Торжественная церемония как обязательный атрибут спуска на воду любого корабля, которому предстоит долгое плавание. Лыжероллерную трассу в Белокурихе заложили еще в 2009 году. Спустя 8 лет она наконец приобрела те черты, которые способны впечатлить даже немало повидавших спортсменов экстра-класса. В свое время приезжала сборная команда всего на недельку здесь, потому что мы говорили, Федор Григорьевич, ну вот нет стрельбища, нам нужно, необходимо работать с оружием. Ну, Федор Григорьевич сказал, подождите, скоро все будет. И вот настало время то. Немного немало новый центр всероссийского значения, который может полноценно принимать любые сборные команды. На церемонии открытия, кстати, присутствовала сборная Казахстана, в числе первых оценившая особенности новой трассы. Влюбились все в этот край, в саму Белокуриху, оставлю очень много положительных эмоций, будет частичкой в наше сердце и надеемся, что мы еще вернемся сюда. Кстати, положительные эмоции биатлонистки национальных команд начали получать еще до знакомства с новой лыжероллерной трассой. Ну, например, в этом году, когда приезжали, ну, только ехали сюда по дороге, все прям свело, такое все было зеленое, и у нас-то вообще май не май. Протяженность трассы почти 1200 метров. Она полностью освещена, рядом расположена стрельбища, а в зимнее время года здесь будет самый настоящий лыжный стадион. Радость, удовольствие и счастье видеть в глаза наших гостей, когда тебе доверили жизни олимпийские спортсмены. Это же не просто поехали отдохнуть на курорте. Подготовительный сезон к Олимпийским играм биатлонисты двух стран России и Казахстана начали именно на Алтае. Алтай, как известно, место силы. Посему да пребудет с ними сила в корейском Кхенчхане. Сергей Пинчук, Агата Никульшина, Андрей Тырышкин. Вести. Алтай.